Всем привет, я Алексей Кафанов. Я смотрю ролики с Майдана и натыкаюсь на странности. Вот еще один сюжет о том, как милиция измывается над гражданами. Вот показывают оружие, которым граждане бьют милицию. И вот с этого дядьки захваченного срывают к лаврат. Стоп! А кто такой вот этот дяденька в шапочке? Какое-то знакомое лицо. Помните вот эти кадры с Михаилом Гаврилюком? Да, так и есть. Слева дядька с Гаврилюком, справа дядька с Калавратом. Как видите, это один и тот же человек. Вас уверяют, будто бы оба эти видео совершенно случайно попали в сеть. Практически чудом. Никто их не хотел выкладывать. Вот и подумайте, возможно ли, чтобы два практически одинаковых видео совершенно случайно попали в сеть, и на них был бы один и тот же человек. При этом оба видео сняты явно не таясь, открыто. Я могу это объяснить только одним способом. Работала специальная съемочная группа. В обоих случаях. Вы скажете, возможно ли это? Да запросто. Помните, когда натовцы атаковали Ливию, они в Катаре построили фальшивые триполи, декорации. И там сняли якобы успешный штурм Триполи. Такие вот информационные вбросы – это стандартная американская практика. Еще деталь. На обоих этих видео ни над кем не издеваются. Битье лишь имитируется. Вернемся к Михаиле Гаврилюку. Когда он давал интервью, оператор лоханулся и дал его глаза крупным планом. На общем плане кажется, что это фингалы. Но крупно четко видно, что это макияж. Напомню, настоящие фингалы выглядят примерно так. Глаза отекают, и если уж есть гематома на верхнем веке, то его раздувает вообще чудовищно. А у Гаврилюка мы видим фиолетовые верхние веки, но никакого отека нет. Глаза открыты совершенно нормально. А когда гематома уже заживает где-то через неделю, и отек спадает, то она резко меняет цвет, становится желто-зеленый. А у Гаврилюка мы видим фиолетовую краску. И еще обратите внимание на эти полоски по углам глаз. Это чем нужно ударить, чтобы появились такие аккуратные, тонкие полосы. Их можно только нарисовать кисточкой для макияжа. Как это и делают все женщины. Ну и напомню, что интервью он давал абсолютно здоровым, без малейших признаков простуды. Отсюда возможен только один вывод. Он морж. И холод ему не страшен. И это заметно на видео. Человек, которому дико холодно, ведет себя иначе. И, видимо, именно потому, что он морж, его и выбрали для этой инсценировки. Кстати, вот это видео майданцы стали мне радостно присылать, как доказательство издевательств. Но, как видите, здесь его тоже никто не бьет. Есть только один чисто символический тычок. На инсценировку очень похоже. Братья украинцы. С обеих сторон, с правительственной и с Майдана, вас стараются втравить в гражданскую войну. Вот такими вот фальшивыми роликами вас стараются разбудить ярость, ненависть друг к дружке и заставить вас, друг к дружку, убивать массово. Это делают наши с вами общие враги, которым нужно, чтобы русы сами себя убивали. Эти гнусные методы они опробовали в Ираке, Ливии, Египте. Сценарий работает тот же самый. Обоснованное недовольство людей нарочно нагнетают, разжигают, подсовывают фальшивые видео. Затем подосланные террористы кого-то реально убивают и начинается кровище. Все это давно известно. Я знаю, что кроме этих фальшивых видео произошло уже немало реальных трагических событий. И все-таки я прошу вас найти в себе духовную силу, найти в себе мудрость, чтобы друг к дружку простить, чтобы не накапливать эту лавину ненависти. Ведь если врагу действительно удастся разжечь гражданскую войну, то погибнут миллионы, а Украина будет разрушена. Ну а затем это придет и к нам в Россию. Я еще раз прошу вас, одумайтесь, не плодите взаимную ненависть с обеих сторон. Не убивайте друг друга. Все, пока. В миру ложь духовную Источник лукавый мечом обличительным, Низвергнувший и врагов винограда Господня копьем сокрушивший, Подобно звездному небу Тигровой шкурой облаченной, Яка Иосиф пестротой одеяния, Пестротой познания украшенной, Тайну креста Нины и пурпурной розы Хранивший, рыцарь славы В тигровой шкуре, Великомученичей Христа ради Георгии, Даруй нам силу победы над лукавым. Иверским родом заселенной В Кабазукии родившись, Оторгнув мирскую честь И славу воеводы, Явился ты хранителем истины И поборником правды, Святой великомученик Георгий, Кровью своей бесов отгнавший, Волховые козни сокрушивший, Неверие отрогнувший, Язычников истинной верой просветивший И дарованную Божью благодать Сию раздавший до края небесного, Понеже делами добрыми Восхвалять и Бога единого Нас породившего. Главу свою Христа ради Сложившему и лукавого Незложившему Георгию Поклоняемся и молим, Лицемерием своим торжествующих Врагов винограда, Господне обличи И сокруши копьем твоим, Мы же отпрыски винограда сего, Ходатай с твоим, Твоим преподающим просим, Избавление нас от всяких Прегрешений и бед И верою к тебе взываем. Радуйся, лукавого сокрушитель, Витя славы в тигровой шкуре, Великомучениче Христа ради Георгии. Интервью президента Грузии Звиадагом Сахурдия У животных нет национальности. Когда где-нибудь в Африке Народ сбрасывает очередного диктатора, Вроде императора Багасы, Уличенного в каннибализме, То правительство развитых стран Запада Рассматривает это как покушение На основные права и свободы человека И направляет на помощь диктатору Войска ООН. Но вот, когда в Грузии Кучка воров в законе Вооруженным путем захватывает власть И свергает законного президента, Это мировым сообществом Расценивается как свободное Волеизъявление грузинского народа. Почему западные политики демократии Проявляют такое безразличие К судьбе законного главы государства, Мы решили узнать У самого президента Грузии Звиадагом Сахурдия. Правительства, которые вы называете Демократическими, На самом деле уже давно отошли от демократии. Демократия превратилась в пустое слово, Которое произвольно используют Для маскировки тех или иных Политических интересов Запада. Когда эти западные правительства Хотят в каком-то регионе Усилить свое влияние И военное присутствие, Тогда они сперва пытаются Подкупить правительство Этой страны, А получив отпор, Просто свергают законную власть. При этом для них Не имеет никакого значения Характер свергнутого Ими режима, Демократический он Или авторитарный. Этот хищнический подход Во взаимоотношениях с другими странами Сейчас окончательно утвердился В странах НАТО. Примечательно, Что правительства Наиболее могущественных стран Запада Уже не считают нужным Маскировать свои намерения, А открыто и цинично Попирают волю другого народа. Именно это и произошло в Грузии. Господин президент, Что представляют из себя Эти мировые силы, Которые так свободно Вмешиваются в дела Других государств? Это враги человечества В прямом смысле слова. Они ставят своей целью Геноцид других народов За исключением Одной определенной группы Из всего населения планеты. Эта группа тесно связана С Соединенными Штатами И Европой И рвется к мировому господству. В общем, я бы назвал это Евроамериканским империализмом. Главной ударной силой У них выступают Соединенные Штаты Америки. Можно сказать, Что военный переворот в Грузии Был осуществлен из-за океана При личном участии Государственного секретаря Бейкера С благословлением Буша. Бейкер прямо призвал к путчу Бандистские оппозиционные группировки Грузии, А в Америке прекрасно знают, Что оппозиция Грузии Состоялась криминальной мафии И бывших портократов. Бейкер также дал понять, Что Соединенные Штаты Америки Не будут поддерживать Существующий тогда в Грузии режим И не окажут ему никакой помощи. Сценарий переворота, Осуществленный Соединенными Штатами В Грузии, Неоднократно раньше использовался Ими в других регионах планеты. Почему вы и ваша власть Стали неугодными Западу? Потому что мы стремились Вести независимую политику, Не желали подчиняться диктату Западных стран И не стали слугами их интересов. Проще говоря, мы не допускали, Чтобы Грузия стала колонией Запада. А Западу угодно только власть, Которая беспрекословно Выполняет все его желания. Это и стало одной из причин Военного превосходства И прихода к власти Агента ЦРУ И прямого агента Евроамериканского империализма Эдуарда Шевернадзе. Но была и другая причина Немилости Запада. Став во главе государства, Мы стремились к возрождению Национальной культуры, Сплочению нашего народа На национальных основах, Чтобы жители Грузии Восприняли, что они Народ с более древней историей, Чем многие из европейских народов. Эта национальная ориентация Нашей политики Также не вызывала восторга У хозяев Общеевропейского дома. Потому что официальный Запад, Я имею в виду правительство, А не народы, Борется против любого Национального движения. Их цель Уничтожить нацию вообще И создать единый мировой Конгломерат во главе С мировым правительством. Это мировое правительство Должно управлять всем миром И установить так называемый Новый мировой порядок. Суть нового мирового порядка Уничтожение независимости Всех государств, Неважно, христианских Или мусульманских, Религия здесь не играет роли. Геноцид населения В этих странах И окончательное подчинение Всей планеты. Единственной преградой На пути этих замыслов Может быть Национальное самосознание народа И создание Национальных государств. Поэтому Запад Везде борется С национальными движениями. Для этого он старается Разжигать межэтнические конфликты И провоцировать войны. Например, война в Югославии Это дело их рук. Это не случайно Стихийно вспыхнувший конфликт, А целенаправленно развязанная война, В которой должны будут Противостоять народы, Носители национальной идеи. Сейчас югославская модель Переносится Западом на Кавказ, Где так же, как и на Балканах, Искусственно усиливается Межнациональная напряженность. В последствии возникающие То там, то тут Локальные конфликты Дадут Западу повод Для прямого военного вмешательства Под флагом сил ООН. Буквально на днях Было объявлено, Что НАТО создает Свои силы быстрого реагирования В количестве 100 тысяч человек, Которые будут вмешиваться В события в любом регионе земного шара. Весьма примечательно В связи с этим Были упомянуты Кавказ и Югославия. Такова сущность Нового мирового порядка, Политики Запада, Последние направлены Против всех народов мира, Их независимости И самобытности. Господин Президент, Вы попытались создать В Грузии государства, Ориентированные на свои Национальные интересы, Что, на Ваш взгляд, Является самым важным При создании Национального государства? В первую очередь, Необходимо выработать Механизм достижения Согласия между национальностями, Проживающими в стране, И обеспечить защиту Национальных меньшинств. При этом надо иметь в виду, Что невозможно достичь Внутренней стабильности При помощи насилия И подавления Национальных меньшинств. Необходимо переходить К такой форме Сосуществования нации Внутри государства, Которая будет для всех Выгодной в экономическом отношении И безопасной в смысле Сохранения национальной культуры. Почему Вы создавали Именно национальное государство? Зачем, на Ваш взгляд, Человеку вообще нужна национальность? Национальное сознание Делает человека человеком. У животных нет национальности. Религия и национальность Являются одним из Отличительных черт человека. А лишение человека Национальных признаков Это тягчайшее преступление Перед ним И начало его деградации Как личности. Денационализация Это неуважение к предкам И к прошлому. Лишение человека Его национальных корней. Человек может сохранить Свою человеческую сущность Только в рамках Своей национальной культуры. Поэтому культура человека Неразрывно связана С его национальностью. А только посредством Своей культуры Человек приобщается К мировой цивилизации. Таким образом, Денационализация человека И денационализация государства Обрывают их связи с миром И делают беззащитными Перед космополитическими силами Организованными В мировом масштабе. Какие силы Грузии Противодействовали Созданию национальных государств? В Грузии Определенную часть Интеллигенции Называют Номенклатурной. Эти деятели культуры Обладали большими Привилегиями В советское время И в погоне За новыми привилегиями Они готовы Придать нас. Они объединились Вокруг Эдуарда Шавернадзе. Эта же часть Интеллигенции Очень тесно связана С миром теневой экономики, С мафией. В сущности, У нас в Грузии Между ними Практически нет разницы. Некоторые Характеризуют то, Что произошло в Грузии, Как буржуазную революцию. Это неправильно. В Грузии Произошла Мафиозная революция. Почему Запад Проявляет Такой повышенный Интерес К ситуации На Кавказе? Этот регион Очень важен С геополитической Точки зрения. Кто владеет Кавказом, Тот владеет И Ближним Востоком И Азией. Это, кстати, Всегда понимали Западные страны И поэтому С давних времен Шла борьба За Кавказ Между Россией И Западом. С чисто военной Точки зрения Кавказ Это соединительный мост Между Западом И Востоком. Этим мостом Очень важно Владеть Для любой стороны. Как вы оцениваете Нынешнее Российское правительство И его политику Они считают, что Тем самым Вызывают Обострение Антирусских Настроений В регионе. В то же самое Время России Достаточно Признать Независимость Горских Республик И она Приобретает В их лице Самых верных Друзей. Потому что Здесь Очень четко Разделяют Ельцина И российское Государство. И при всей Неприязни К первому Испытывают Тяготение К России Как защитницы От западной Экспансии. Господин президент А как вы Сами Относитесь К России? Очень хорошо Отношусь. Я полагаю Вы же Не отождествляете Ельцина И Россию. Правители Приходят И уходят А страна Остается. Я Отдаю себе Отчет Что та Роль В которой Россия Выступает Сегодня На Кавказе Не соответствует Ее собственным Интересам Она Вязана Ей За океана. Я Всегда Был Настроен Пророссийски. Всегда Хотел Иметь Самые Тесные Связи С Россией. Мечтал Чтобы Грузия Была Естественным Союзником Своего Великого Восточного Соседа. Но Это Не устраивало Западный Мир И Послушные Ему Российское Правительство. Они Продолжают Разжигать Этнические Конфликты На Кавказе. В результате Мы Сейчас Стоим Перед Вполне Реальной Опасностью Перерастания Этих Конфликтов В Большую Войну. Я Надеюсь На Здравый Смысл И Мудрость Народов Вовлеченных В конфликт И В первую Очередь Русского Народа. Я Надеюсь Что Он Осознает Кто Именно И во имя Каких Интересов Толкает Русских Солдат В пучину Новой Кавказской Войны. В этой Войне Ни одна Из сторон Не одержит Победу. Лишь Западный Мир Привычно Погреет Руки Над Пламенем Войны. Но Я Верю В разум Народов. Это Последнее Что Может Предотвратить Катастрофу Под Небом Грузии. Впервые Это Интервью Было Опубликовано В газете Народная Правда В номере 41 В 1992 Году